Сочи вновь бьет рекорды, теперь на рынке внутреннего туризма. Сегодня третья годовщина старта зимних игр на Черноморском побережье. И по оценке МОК, Сочи можно назвать образцом использования олимпийского наследства. Город в постоянной готовности к проведению мероприятий самого высокого уровня, причем не только спортивных. Осенью там ждут десятки тысяч студентов, участников Всемирного фестиваля молодежи. Репортаж Алены Евтиковой. Горный кластер готов соперничать с прибрежно по количеству туристов. Сочи закрепил за собой звание круглогодичного курорта мирового уровня «Западный Лоск» и «Русский Размах». По сравнению с Альпами, сейчас здесь гораздо дешевле, а качество тоже. Курорт хороший, во-вторых, потому что не надо загранпаспорт. В-третьих, сел на самолет, на поезд, на машину, и ты уже здесь. Это очень удобно. Доступные, в принципе, цены и на проживание, и на катание. Удобно на выходные съездить. К нынешнему сезону открыли новые трассы, запустили дополнительные канатные дороги. Увеличен и гостиничный номерной фонд. Олимпийская инфраструктура задействована максимально. Сочинские склоны, на которых три года назад разыгрывались десятки медалей по горным лыжам, фристайлу и сноуборду, сегодня собирают тысячи любителей спорта со всей страны. На аллее Олимпийской славы в горном кластере Сочи появилась еще одна звезда. Она носит имя Жан-Клода Килли, почетного члена МОК, который курировал подготовку и проведение игр Сочи-2014. Я горжусь тем, что мое имя написано здесь, на аллее звезд. И я надеюсь, что заслужил все те комплименты, которые услышал сегодня в свой адрес. А уже в Олимпийском парке почетные гости встретились с воспитанниками Центра для одаренных детей «Сириус», появление которого в Сочи тоже стало следствием Олимпиады. В распоряжении детей лучшая инфраструктура прошедших соревнований. Например, медиа-центр стал отличной площадкой для научного парка. Наверное, это вот та вишенка на торте, так сказать, олимпийского наследия. Потому что, конечно, это такой самый значимый шаг создания детского образовательного центра на этой материальной базе. Это позволяет сегодня воспитывать талантливых людей, талантливых детей. Южный город с энтузиазмом осваивает зимние виды спорта, которых здесь до Олимпиады и не было. Десятки стадионов и ледовых дворцов доступны всем желающим. «Защитник, имитация подката, подбор шайбы». Семья Максима переехала из Сыктывкара. Мальчишка, хоккеем занимался с малых лет. Рад, что не пришлось бросать любимое занятие. Сегодня он капитан детской сочинской команды. «Лед хороший, все, трибуны. Большой хоккей здесь есть, то есть КХЛ играет. Смотрим». «Я не знаю таких мест, которые было бы лучше Олимпийского парка. Именно здесь собрано 8 катков, площадок, которые созданы и для хоккея, и для фигурного катания, и для шорт-трека». Спортивные объекты в практически круглосуточном использовании команд со всей страны. В секциях небывалый приток детей и подростков. Настя уже три года в керлинге. Говорит, мама после Олимпиады настояла на этом виде спорта. Но девушка нисколько не жалеет. Сегодня она в сборной крае. «Это шахматы на леду просто. Это логическая игра. Сложная. Надо уметь выполнять броски. И надо уметь логически думать». Инфраструктура огромного региона, весь юг Краснодарского края модернизирована. Работают новые электростанции, реконструированный морской порт и международный аэропорт. Множество современных дорог с развязками и тоннелями. А по железнодорожным путям летают ласточки, электрички повышенной комфортности. «Едем первый раз на розах утра ласточкой. Ну, наверное, оптимально по времени. Во-первых, не толкаешься и свободно. Это не автобус. Во-вторых, пунктуальность по времени. Узнаем, что в 11-10 копеек мы будем там». Преобразования коснулись и других важных сфер, таких как медицина. К Олимпиаде были построены и модернизированы несколько больниц в разных районах города. Высококлассным специалистам, которых привлекли сюда со всей страны, есть где и на чем работать. Клиники оснащены суперсовременным оборудованием. «Мы стали лечить по высоким эндоваскулярным технологиям. Острый инфаркт миокарда, острокоронарный синдром, нарушение мозгового кровообращения. Помимо спортивной травмы и обычных переломов, мы стали заниматься вопросом эндопротезирования, сложных операций на позвоночнике». Служебным жильем дополнительно были обеспечены врачи, а также работники образования, учители математики. Ольга Сапожникова рассказывает, раньше приходилось ютиться с семьей в бараке 36-го года постройки. Этой квартире не нарадуется. «Во-первых, много пространства. Теперь хоть дышать можно свободно. Во-вторых, тепло, уютно. Ближе к работе, намного ближе к работе. На нашем этаже есть учитель, выше меня живет учительница биологии, в первом подъезде у нас учителя живут». Благодаря имеющейся инфраструктуре и накопленному опыту, гостеприимный город готов принять любое мероприятие самого высокого уровня. Уже скоро здесь стартуют международные армейские игры. Традиционно гран-при караевских гонок «Формула-1» заканчивают реконструкцию стадиона «Фишт», Кубку Конфедерации. А осенью в Олимпийскую столицу съедутся десятки тысяч студентов на Всемирный фестиваль молодежи. Алена Евтикова, Валерий Евжанов и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.